Книга открытым оком, тема Святая Библия, 24 том, вопрос 3576. Как могло произойти такое, что греки понимали, что нам нужно дать понятное Слово Божие не на латинском языке, а свои русские архиереи как один боролись против перевода на русский язык Святой Библии? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Вопрос так ставите, потому что не знаете того, что инициаторами перевода на русский язык как раз и были некоторые святые мужи в святительском и ином священническом звании в синодальный период. И они признаны уже святыми. Ясно, что если они святые, то за что же их все же назначили быть святыми? И не со временем же канонизации они святые, а со дня смерти, или вернее в самой своей жизни. Кто принимал участие? Кавычки открыты. Митрополит Филарет Петербургский митрополит. С 1856 года по 1860 год. Григорий Постников. С 1860-го Исидор Никольский. От синода перевод доставляли в Москву митрополиту Филарету, который вычитывал и проверял все переводы. С замечаниями московского святителя он возвращался обратно в синод. Митрополит Филарет лично просмотрев и отредактировал весь перевод Нового Завета. Близкие к нему в это время люди вспоминали, что святитель работал над присланными к нему переводами порой по 11 часов в день. Торопился успеть. Филарет указывал, что главным требованием к переводу должна быть его ясность. Как подтверждает опыт, даже приходское духовенство недостаточно понимает славянский перевод Священного Писания. Работа шла настолько активно и интенсивно, что уже в 1860-м году по благословению Священного Синода было издано четверо Евангелия и в 1862-м году остальные книги Нового Завета. Параллельно началась работа по переводу Ветхого Завета. Первые предварительные переводы Ветхозаветных книг были опубликованы в периодических церковных журналах уже в 1861-м годах. Переводы печатались в христианском течении, трудах Киевской Духовной Академии, православном обозрении. Были изданы переводы Протерея Павского, Архимандрина Макария Глухарева. Издал свои переводы книгой Иова и Премудрости Иисуса сына Сирахова и вятский архиепископ Агафангел Соловьев, прославившийся как доносчик по делу Павского. В октябре 1867 года на заседании Священного Синода сам петербургский митрополит Исидор докладывал о желании митрополита Филарета Дроздова принять участие в редактировании русского перевода Ветхого Завета. Этой инициативе, однако, не суждено было исполниться. Кончина Московской архипастры, последовавшая 19 ноября 1867 года, завершила 50-летний юбилей его земных трудов над русским переводом Библии. Ветхозаветная часть русского перевода издавалась частями. В 1868 году вышло пятикнижие. В 1869 – исторические книги. В 1872 – учительные книги. В 1875 – пророческие. В 1876 годах по благословению свечейшего правительствующего Синода был издан полный русский перевод Библии. Авторизированный высшей церковной властью Русской Православной Церкви, он получил всеобщую известность как Синодальный. Изданием 1876 года завершилась 60-летняя эпопея русского перевода Священного Писания. В XIX веке. Синодальный перевод стал ее закономерным итогом и как завершение усилий многих и самых разных его энтузиастов в ознаменовании исполнения евангельских слов «Стучите отворят вам» и в плане преемственности в использовании решений и результатов своих предшественников по переводческой работе. Относительно первого нельзя не отметить особой роли святителя Филарета Дроздова. Его стараниями работа по переводу была начата, настойчивостью продолжена, под его покровительством завершена. Канонизация святителя в 1994 году оставляет православным верить в его небесное покровительство окончанию трудов по созданию русской Библии. Он был главным идеологом и организатором переводчиков. Тихомиров Б.А. Третья ездра 2.35 Будьте готовы к воздаянию царствия, ибо свет не мерцающий высияет вам на вечное время. Премудрсть Соломона 3.7 Во время воздаяния им они высияют, как искры, искры бегущие по стеблю. Стихотворение Какой порядок не затей, но если он в руках бессовестных людей, они всегда найдут уловку, чтобы сделать там, где им захочется, сноровку. Во вечьей старости у льва просился волк, стараньем, кумушкой лисицы, словцо о нем замолвено у львицы. Но так, как о волках худой, на свете толк, и не сказали бы, что смотрит лев на лицы, то велено звериный весь народ созвать на общий сход и расспросить того другого, что у волки доброго он знает иль худого. Исполнен и приказ, все звери созваны, на сходке голоса чин-чином собраны. Но против волка нет ни слова, и волка велено в овчарню посадить. Да что же овцы говорили, на сходке ведь они уж верны были. Вот то-то нет, овец-то и забыли, а их-то бы всем нужнее спросить. Крылов, 1816 год.